Привет, Сорвиголова! Это снова Скиталец, и я расскажу тебе, как правильно скитаться! Если вы каким-то боком пропустили, Скиталец предлагает вам выбор, пойти с ним, помогать ему в его не совсем честных делах, либо шпионить за ним для авангарда. Большинство игроков выбрало Скитальца, но обращаю внимание, что вы можете принимать разные стороны на разных персонажах. Если вы пришли к Скитальцу, а выбор вам не предлагается, значит вам еще нужно пройти Гамбит Прайм и Суд 9. После того, как вы познакомитесь с новыми активностями, вам тоже предложат квест. Сам по себе такой квест простой и состоит из нескольких этапов. Если вы выбрали авангард, то на один больше. Вам сначала нужно найти терминал, через который вы связываетесь с Варлоком Онор из Ордена Праксиса. Находится он недалеко от места, где прежде стоял Кейт. Затем находим Курьера тут же в ангаре, и затем бежим обратно к Скитальцу расставлять жучки. Еще один терминал. После этого все идет примерно похоже у обеих сторон игроков. Взятка Пауку на спутанных берегах. Если выбрали Скитальца, то для того, чтобы найти товар. Если выбрали авангард, то для того, чтобы Паук разорвал контракт на торговлю с Бурятом. Затем нас ждет прохождение приключения на Титане. Тут тоже отличия будут только в диалогах. Затем этап с ПВП. 25 убийств. Ну уж такой-то ПВП этап осилишь, Страж. Потом играть в Гамбит Прайм и занести 50 частиц, если вы на стороне авангарда, и проходить налеты с боссами Вексами и Кабалами, если выбрали Скитальца. Затем летим на специальную отметку в меню Гамбита и попадаем на корабль Скитальца. Тут есть где побродить и что посмотреть. Кстати, ставьте лайк и пиши в комментариях, если нужен гайд по поиску всех страниц Лора 9. Пока же мы тут находим одну запись от Скитальца. Теперь мы партнеры, поэтому раскрою тебе секрет. Я натравил плохих людей на хороших. Из-за этого в городе могут возникнуть проблемы. Уже пострадали невинные. Положа руку на сердце, я сожалею, что из-за меня погибли люди. Но я выжил, потому что способен принимать такие решения. Потому что веками я делал то, что было необходимо. Волководцы и Железные Лорны показали мне, что свет это никакой не дар. Он принес разрушение и смерть. А когда мы умоляли о смерти, он отказал нам даже в этом. Говорят, что темная эпоха это время неописуемых страданий. Я могу описать их тебе в красках. Но в другой раз. Найди остальные сообщения. Да, я записал для тебя сообщения. Послушав её, возвращаемся в башню и говорим со скитальцем. Потом отправляемся искать ещё 7 записей этого дневника на ЕМЗ. И далее я покажу, как найти каждую из них. В темную эпоху всё было по-другому. У нас не было города. Волководцы и Железные Лорды чуть не обратили мир в прах, пытаясь доказать, кто из них лучше и за что стоит бороться. Я спасался от голода как мог. Тебе когда-нибудь приходилось умирать голодной смертью? В тёмную эпоху это не было редкостью. Призраки возрождали нас. Но голод-то оставался. Это меня жутко бесило. Однажды я набрёл на деревушку, в которой можно было отсидеться. Горстка хибарок, да и только. Но люди там жили хорошие. Они дали мне работу. А свет мне удалось сохранить в тайне. Хотя порой я совершал для них мелкие чудеса. А потом туда заявились Железные Лорды. Мой призрак спрятался, и они ничего не заподозрили. Они заключили с нами сделку. Как будто у нас был выбор. Заплатили нам за возможность отсидеться в деревне и дождаться полководцев. А затем Железные Лорды напали на них. Но досталось и нам. В моей голове до сих пор крутятся слова соседской девочки. Прямо перед тем, как в глазах этой Кроки угас свет, она прошептала, я ничего не чувствую. Да. Я тоже ничего не чувствовал. На этом всё. Конец записи. КОНЕЦ Привет, Сорвиголова. Это снова Скиталец. И я расскажу тебе, как правильно скитаться. Часть третья. Никогда не доверяй своему призраку. Он всего лишь инструмент. Твоя связь со светом. Но он тебе нисколько не друг. Думаешь, призрак спасает твою шкуру, когда воскрешает тебя? Он спасает свою. Мне наплевать на учение стражей. Мне наплевать на то, что говорит тебе твой летающий дружок. Откуда нам знать, кто вообще такие эти призраки? Они дружелюбны, так? Но в тёмную эпоху я встречал призраков, готовых прикончить тебя за синюю энграмму, а потом плюнуть на твою могилу. Всё ради того, чтобы взрастить свой свет. Усилить связь со странником. Что бы это ни значило. Если ты думаешь, что таких призраков больше нет, то ты тупица. Вот мой призрак, например. От него у меня мурашки по коже. Запись окончена, призрак. И не смотри на меня так. Ты знаешь, что я о тебе думаю. Субтитры сделал DimaTorzok Если ты собираешься работать со мной, тебе следует знать о тенях Йора. Они подчиняются приказам очень плохого человека по имени Дреджин Йор. И что же ищут его тени? Всё, чего нету света. Я думал, они помогут мне разобраться в битвах света против света, которые разыгрались во время Тёмной Эпохи. Но чем больше времени я с ними проводил, тем яснее понимал, что они слепы, как и все последователи Странника. Шило на мыло. Я порвал с ними. А тот титул, что я выдаю... Дреджин. Я сделал это назло им, чтобы вывести тени на солнечный свет. Это сработало как по волшебству. Я люблю вас, стражи. Вы такие честные, такие услужливые. Это тебя злит? Хорошо. Гнев тебе поможет. Субтитры создавал DimaTorzok Раз уж ты со скитальцем, то тебе надо знать о Шине Мальфуре. Человек с золотой пушкой всё ещё жив. Он герой, легенда. Само собой он охотится на моего призрака. И он далеко не первый. Но теперь у каждого второго в кабуре злоумышленник. Так что если Мальфур сюда сунется, ему не сдобровать. Он ревностно следует свету и убивает каждого, кто связался с тьмой. И всё из-за одного взбунтовавшегося стража. Но бояться надо не его золотой пушки, приятель. Бояться надо человека, который создаёт свои правила, а потом уничтожает любого, кто с ним не согласен. Это не по мне. И мириться с этим я не собираюсь. Субтитры предоставил DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Квест очень важен в плане развития сюжета Хочется в это верить по крайней мере Последствия вашего выбора будут напоминать о себе в течении всего сезона И кто знает к чему приведет твой выбор А на этом пока все Не забудь поставить лайк, подписаться на канал И услышимся в следующих роликах Субтитры создавал DimaTorzok